здравствуйте дорогие телезрители любимые мои афонтовцы и конечно мои подписчики на канале youtube приветствую всю россию москву и подмосковье я вас люблю и это не правда что я там такая на вас злая нет очень люблю правда мы же все россияне значит сегодняшняя тема посадка томатов в теплицу но это будет предварительная тема что нужно сделать чтобы ваши томаты потом не очень страдали от болезней и вредителей так дышу часто потому что траншеи копать знаете это вам не чай пить сидеть хочу сказать что посадка томатов для меня непонятно когда люди начинают высаживать томаты не в теплом регионе а вот например в сибири когда уже март месяц апрель начала мы торопимся выпихнуть томаты не надо этого делать по старому календарю а мы живем природа и мы по нему только 14 июня будет 1 июня представляете себе и только тогда наступит стабильное тепло и даже в теплице вы можете не спасти томаты не торопитесь этого делать они же растут своих площадках чашечках контейнера и нет никакого греха поэтому томаты высаживаем ну или уж к первому июня или уж 4 после 14 особенно открытый грунт главное чтобы они у вас были уже на цвету к этому времени ну вы знаете что я да у меня там есть свои тараканы в голове и я отработала вот этот механизм посадки так называемую технологию у меня грядки как вы заметили здесь максимум 70 сантиметров максимум вот в этой гряде будут расти томаты не просто вот как как вы делаете да два ряда погуще и еще два ряда погуще нет для тепличных томатов существует норма посадки санитарная она там называется или еще как то по другому не помню главное чтобы вы помнили на один квадратный метр два три растения больше нельзя нет ни площади питания ни площади освещения и обогрева поэтому вы должны про мало ли что вас жадность мучает нет девочки показываю наглядно наглядно вот есть это квадратный метр вот здесь он заканчивается да тогда смотрите значит освещение солнце ходит вот так значит лучше если томатик будет вот здесь 1 пошел 2 вот здесь и 3 вот здесь теперь логично спросить а чё это вы тут так все вот сюда а траншея посредине посредине потому что томат будет посажен высокий с оборванными листьями почти до макушки он будет уложен и только его макушка будет уже находиться здесь она встанет прямо и вы поставите под нее либо палку либо бамбук либо привяжите это не имеет значения и у этого томата также корневая система будет вот здесь траншеи и только вот отсюда он станет прямо этот томат корни лягут вот в этом направлении и его макушка будет вот здесь вот вы это должны понимать но сегодня речь даже не об этом значит так убираю все что я вам тут уже показала предварительная подготовка почвы вот когда меня спрашивают телезрители задавая вопросы на горячей линии и в комментариях на ютюбе значит а я ничего не делала осенью а можно я весной там все протравлю девочки вы можете делать и мальчики все что угодно только растения вас может быть и не поймут вот как минимум три недели до посадки вы можете позволить себе обработать почву причем и препараты должны выбирать все-таки очень щадящие если вы максимум обработали тогда через три-четыре дня фитоспорином мутного цвета не коричневого вот услышьте вы меня пожалуйста а и потом только когда три недели пройдет тогда высаживайте но предварительная подготовка почвы начинается с осени вы должны внести свои удобрения я да да вот вот поймали а кто говорил что не надо выдергивать корни томатов огурцов это я говорила и еще сто раз скажу внести удобрения можно под грабли то есть вот этот корне обитаемый слой вы засыпали сколько по норме как я говорила граблями отработали поверхность пролили водой закрыли укрывными мешками там чем угодно пленками закрыли теплицу водой пролить обязательно чтоб процесс шел и земля была живой это обязательно но мы уже как бы все подготовили мы умнички все сделали а сейчас нужно перед тем как высадить томаты либо ну хотя бы там за два-три часа до посадки вы должны понимать что у нас за зиму конечно сложились там всякие отношения между вредителями они готовы родители уже нарожали там всех кого надо и не надо и мы должны как-то эту землю подготовить защитившись от медведки от проволочника от ложно проволочника и так далее так вот что нужно сделать сейчас узнаете я иду за лейкой и за нашатырным спиртом у меня в руках бутылка на ней написано мячная вода это все соответственное название аналоги нашатырного спирта и тот и другой раствор 10 процентные нам на вот эту лейку она меньше 10 литров достаточно будет налить одну полненькую столовую ложку и помните у кого эпилепсия либо у родных и близких либо не пускайте их там где обрабатываете либо не делайте этого вовсе значит смотрите я наливаю одну ложку сюда мне этого достаточно и вы должны понимать все это одна столовая ложка а теперь внимание либо это траншеи куда пойдут помидоры либо это лунка куда вы будете высаживать томаты перцы капусту не важно что либо это в лунку но налить вы должны на одно растение в одну лунку пол литра 0 5 литра и все начинаем поливать проливаем траншейку так чтобы вы понимали что до достаточное количество этого раствора в этой траншеи и все товарищи которые готовы были съесть вашу прекрасную капусту либо корни помидор это может быть знаете внедрение прямо в стебель то конечно теперь у них это желание отпадет вот когда вот неправильно сделано траншеи видите как туда скатывается все немножко заглубило ну можно поправить и пролить еще раз значит и высадив томаты перцы баклажаны капусту либо еще что-то цветы после того как допустим 2-3 часа прошло и все впиталось и уже нет такого удушающего запаха в теплице или там где даже на улице это будет не очень приятно вы можете смело высаживать и ваши растения будут некоторое время защищены повторить обработку почвы не на растение лить понимаете нельзя лить вот на эту капусту она просто погибнет междурядье да но не на вот прям зеленую массу нет вы можете пролить почву еще раз под помидорами не задохнувшись конечно и я надеюсь что у вас все будет в порядке но на этом я заканчиваю целую обнимаю всегда ваша тетя таня